Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги. Я очень рад всех приветствовать на таком важном мероприятии, посвященном меланоме, и это уже традиционное мероприятие, довольно много их было в этом году. Мы постарались не нагружать, я постарался не нагружать большим количеством вопросов техническое обеспечение нашего мероприятия, но тем не менее вопросы будут. Итак, место хирурга в стадировании лечения меланомы кожи. И мы детально разберем практическое значение биопсии сигнальных лимфоузлов. Итак, кто занимается злокачественными образованиями кожи в принципе в Российской Федерации? Ну, тут целый спектр специалистов, начиная от терапевтов, кончая пластическими хирургами, и каждый атакует, можно сказать, пациента тем арсеналом оружия, которым располагает, начиная от холодных методов, кончая к ракогуляциям, ультразвукам и различными диагностическими методами. Но все-таки надо понимать, что современная диагностика меланомы кожи подразумевается в рамках раннего выявления и картерирования кожи, и сегодня уже поднимался вопрос в отношении диспластических неосов. Действительно, для диспластических неосов очень важно составление карты кожи и динамического наблюдения за данными новообразованиями, потому что в настоящее время профилактическое иссечение всех этих неосов, естественно, и целесообразно. И это напоминает иссечение пятен у леопарда. Однако именно динамическое наблюдение, именно цифровая фиксация изменений позволяет определить показания к очень важному этапу, к биопсии. Именно выполнение адекватных биопсий позволяет нам стадировать заболевание. Когда мы говорим о стадировании, то, естественно, мы подразумеваем американский объединенный противораковый комитет, и классификация его отражена во всех современных рекомендациях. Обращаясь к нашему противораковому регистру, мы обнаружим, что больных со второй стадии Российской Федерации несоизмеримо больше. Я пока оставлю это в рамках замечания, но мы разберем, почему и как так произошло. Итак, место хирурга. Первый критерий Т, и, естественно, нужно определиться с первичным новообразованием. Надо определить нашим глубоко уважаемым коллегам-патоморфологам толщину опухоли, наличие изъязвения, методический потенциал, лимфовульскулярную инвазию и другие параметры, которые необходимы для дальнейшего планирования лечения и диагностики. Итак, чтобы нам определить критерий Т, нам необходимо выполнить биопсию. Какие варианты биопсии есть в персонале? Не только хирургов, этим не должны заниматься, по большому счету, хирурги. Этим должны заниматься дерматологи и врачи первичного контакта, но в России оказывается так, что уже хирурги выполняют эти этапы диагностики, первичные этапы диагностики. Естественно, мы забываем о выполнении шеи в биопсии, потому что речь идет о меланстарных образованиях, и определение толщины опухоли является критическим для планирования дальнейшего лечения. Панч биопсии и эксцези являются золотым стандартом в диагностике первичного новообразования меланстарного. Не стоит забывать, что эти методики приметимы и для новообразования ногтевого ложа. Не надо бояться выполнять эксцезионную биопсию под местной анестезией или панч биопсию под местной анестезией. Надо просто правильно это делать, надо правильно выполнять локальное обезболивание, не надо вводить просто анестетик под новообразование, достаточно небольшой отступ совсем. Надо учитывать и направление выполняемого иссечения, оно должно быть параллельно лимфоотоку, но не стоит забывать о параллении Лангера, потому что эксцезионная биопсия не должна уродовать нашего пациента, потому что в ряде случаев оказывается все-таки доброкачественное образование, и те уродующие рубцы – это просто недопустимый факт в современной диагностике меланомы. Можно ли так делать? Да, так можно делать под местной анестезией с минимальными отступами, и данный подход к диагностике не ухудшает показатели общей безрецидивной выживаемости. При меланоме, о чем говорят исследования, этот вопрос в настоящее время закрыт, однако в России множество мифов в отношении этой процедуры. Отступы представлены на слайде, все вы их прекрасно знаете, и больше двух сантиметров отступать от первичного образования в настоящее время не стоит, и надо понимать то, что мы можем модифицировать данные отступы в зависимости от данной клинической ситуации и локализации новообразования. Очень хороший термин, который был заимствован у наших итальянских коллег, это кюраэпсия, когда мы можем выполнить биопсию и одновременно излечить пациента, по большому счету, по крайней мере, закрыть первичный хирургический этап. Именно грамотно выполненная биопсия зачастую не только ставит диагноз, но и позволяет закончить лечение. Но, в свою очередь, правильно выполненная биопсия и постановка критерия Т определяет показания для дальнейших манипуляций. Разберем их. Итак, критерий Н, то есть поражение лимфоколлектора. В настоящее время мы не можем поставить категорию Н0, если мы не выполнили биопсию сигнальных лимфоузлов в случае отсутствия клинически измененных лимфоузлов. Данную информацию мы получаем посредством лучевых методов визуализации. То есть какие у нас есть показания для выполнения биопсии сигнальных лимфоузлов. Если мы суммируем их, то это будет толщина опухоли по Бреслову толщина 0,8 мм. Она может быть и тоньше, но с изъязвлением, но однако должна будет обладать высоким методическим индексом и лимфоваскулярной инвазией. Именно тогда мы выполняем БСЛУ. Но зачем мы это делаем, я хотел бы обратиться к нашим коллегам и провести первое голосование в начале нашего доклада. Глубоковажаемые коллеги, мы напоминаем, что для этого нужно пройти и моби.вод, и ID голосования 5612. Сейчас на ваших смартфонах вы должны увидеть те же три вопроса, которые мы видим на экране. Григорий Владимирович, командуйте дальше. Тут, к сожалению, наша техническая служба допустила небольшую ошибку, и первый вариант ответа, он почему-то как вопрос отражен, по крайней мере, у меня в предложении. Но, по крайней мере, есть два оставшихся варианта. Ну, бывает. То есть нам голосовать все-таки, вы проговорите на словах? У нас, при этом не пошла ошибка, у нас в приложении есть заменяет лимфодисексу или позволяет стадировать заболевание. Есть еще один вариант, но я думаю, уже поздно, потому что люди голосуют. Видите, по-прежнему есть специалисты, которые считают, что биопсия сигнальных лимфоузлов может заменить лимфодисекцию. Первый вариант ответа был, улучшает показатели общей выживаемости. Здесь еще вопрос был бы хоть несколько дискутабельный и больше философский. Но здесь, конечно, требуется нам рассмотреть все-таки причины, для чего мы выполняем это вмешательство. Перейдем дальше. Итак, вернусь к своему вопросу. Почему же больных второй стадии в Российской Федерации несоизмеримо больше? Ну, именно потому, что нет абсолютного понимания, зачем нужна нам эта процедура. Естественно, если не выполнять биопсию сигнальных лимфоузлов, при отсутствии клинически измененных лимфоузлов, все пациенты, которые потенциально могли быть в третьей стадии, третьей А стадии, как минимум, они попадают все скопом во вторую стадию. Именно поэтому есть такой дисбаланс в отношении стадирования в рамках нашего канцерегистра. Итак, в чем концепция сигнального лимфоузла? Существует определенный лимфатический паттерн, паттерн лимфатического оттока. И мы понимаем то, что один или несколько лимфоузлов вовлекаются в метастатический процесс первыми. Именно картирование лимфатического паттерна позволяет нам выявить эти лимфоузлы и отправить их на морфологические исследования при наличии показаний для того. Зачем же это делать? Зачем это выполнять? И здесь, естественно, портрет Дональда Мортона, отца-основателя этой процедуры. Это мощный прогностический критерий, который позволит нам решить вопрос об адювантной терапии. Есть данные о усилении регионарного контроля. Позже объясню, почему. И опять-таки, мы говорим о улучшении меланомоспецифической выживаемости, что связано с ранним назначением адювантной терапии при положительном статусе лимфоузла, если мы выполняем эту процедуру. Опять-таки, зачем это нужно? Потому что у нас сейчас есть в арсенале эффективные препараты, которые показаны данной группе пациентов. Пара слов о технике выполнения биопсии. Существует несколько этапов данной процедуры. Педоперационная лимфоэститография, интраоперационное лимфокартирование, выделение и непосредственно удаление сторожевого или сигнального лимфоузла и самый ответственный этап, который ложится на плечи патоморфологов, естественно, исследование этого лимфоузла. Потому что без грамотных патоморфологов любые хирургические манипуляции, диагностические моменты будут абсолютно бессмысленны. Педоперационная лимфоэститография – это метод, который нам позволит определить лимфатический паттерн и предположить локализацию сигнальных лимфоузлов. Лимфатический паттерн может быть совершенно парадоксальным и меняться в зависимости от тех или иных состояний организма, от предшествующих операций и, естественно, от локализации первичной опухоли. Начиная от работ САП, которые были начаты в XVIII веке, и по сегодняшний день, в частности, приведена статья наших японских коллег, мы имеем представление о том, куда же все-таки отекает лимфа в зависимости от локализации первичной опухоли и, естественно, нередки билатеральные паттерны лимфотока, когда мы вынуждены выполнять биопсию сигнальных сторон с двух сторон. Итак, непосредственно интраоперационное лимфокартирование. Мы можем достигать картирования во время операции несколькими методами. Это может быть и введение красящих препаратов перкутана рядом с новообразованием, так и введение радиофармпрепарата, и после лимфоцитиграфии мы их можем выделить интероперационно, используя различные гамма-датчики. ICG-технологии также имеют место. Конечно, золотым стандартом являются как двухагентные методики, так и применение радиофармпрепаратов. Какой радиофармпрепарат выбрать? Это может быть наноколлоид или крупноколлоидный препарат. Золотым стандартом являются наноколлоиды, которые позволяют нам успешно маркировать сигнальные лимфоузлы, и при том они обладают прекрасным накоплением в сложных анатомических зонах и при узких лимфатических путях в связи с размером самих частиц, которые вводятся. Имеет ли размер самого лимфоузла или градиент накопления радиофармпрепарата в отношении сигнального статуса? Нет, не имеет. Это может быть очень маленький лимфатический узел, но он может очень много копить. Это может быть большой лимфатический узел, но копить мало. Но так или иначе, важно понимать, что это действительно сигнальный лимфоузел и отправить его к грамотным морфологам. Если размер не имеет значения в данной методике, но оператор имеет значение, это действительно оператор-зависимая методика и зависимая процедура. Потому что если процедура выполнена неправильно, неадекватно, если, и я часто встречаю, мы проводим мастер-классы по данной процедуре, когда производится локальная лимфодисекция, мини-лимфодисекция, когда удаляется огромное количество ненужной ткани, большой блок с лимфоузлами, или наоборот, не находятся лимфоузлы, удаляется жировая клетчатка или лимфоузлы в жировой дегенерации, то, естественно, обесценивается методика, снижается ее чувствительность, и ложно-отрицательные ответы являются нередкостью в данном случае. Поэтому обучение персонала, обучение хирургов, которые будут выполнять ее, очень важно. Другой вопрос, можно ли выполнять биопсию сигнальных лимфоузлов отсроченно, мы постоянно поднимаем этот вопрос. Конечно же, можно, и есть ряд исследований, которые это подтверждают, притом нет абсолютных критериев, при которых эта процедура была бы нецелесообразна. Естественно, здесь должен быть здравый смысл. Выполнять ли тотальную диссекцию после положительной биопсии сигнальных лимфоузлов? То есть, когда пришел положительный результат по сигнальному лимфоузлу? Я здесь приведу уже финальное исследование, это MSLT2, цитируемое исследование, которое говорит о том, что все-таки выполнение завершающей лимфодиссекции в случае нахождения положительного сигнального лимфоузла, если мы сравним с группой, если мы подтвердили положительность сигнального лимфоузла, но при этом назначили адювантную терапию, у нас нету принципиальной разницы по меланомоспецифической выживаемости. Конечно, усиливается регионарный контроль. Нет лимфатического блока, нет лимфатического бассейна, нет рецидива. Но меланомоспецифическая выживаемость от этого не влияет, не меняется, простите. Принципиально раннее назначение адювантной терапии при положительном статусе сигнального лимфоузла. Важно не путать с клинически положительными лимфоузлами. Когда речь идет о клинически положительных лимфоузлах, подтвержденные тонкоигольной аспирационной биопсией, важно выполнить, конечно же, уже тотальную диссекцию и в дальнейшем назначить адювантную терапию. В итоге мы имеем корректную постановку диагноза в системе ТНМ, следовательно, правильное определение стадии заболевания, и это позволит нам выбрать дальнейшую тактику. Либо это будет динамическое наблюдение, и мы завершили первичный хирургический этап, либо это будет назначение адювантной терапии. Именно волна вышедших исследований начиная с 2017 года позволила значительно изменить представление о выживаемости при меланоме и о эффективности лечения. Но не буду заходить на чужую территорию. Я хотел бы перейти ко второму голосованию. Почему же не отправить пациента для корректного стадирования заболевания в профильное учреждение, если оно не выполняется в вашем учреждении? По крайней мере, честно. Это лень. Не разрешает начальство. Это могут быть личные убеждения. Ну, я надеюсь, что многие отправляют пациентов на биописию сигнальных лимфоузлов, и мы это видим в рамках телемедицины. Регионы подключаются, и мы видим, как усиливается поток для данной процедуры, и пациентов мы затем возвращаем для адъювантно-эффективной терапии. Ну, замечательно, что никто в настоящее время уже не ленится. Все меньше на это влияют личные убеждения. Но все-таки есть случаи, когда почему-то не разрешают начальство. И не единичные, при том, судя по процентному соотношению. Честно? Честно, опять-таки. Главное, анонимно. Выходит на архангельский диаболит. А мы потом, наверное, это обсудим. Позвольте перейти дальше. У нас 100% интересно. Это очень хорошо, что на деле это выходит меньше. На деле действительно выходит меньше. Но, наверное, 80% слушателей действительно отправляют на биописию сигнальных лимфоузлов, потому что это все-таки само участие в мероприятиях – это сам по себе фильтр, в том числе и профессиональный, потому что люди уже подключаются к просвещенными. Мы должны понимать то, что современное представление об онкологии – это не только увеличение продолжительности жизни пациентов, это и улучшение качества жизни пациентов. Именно поэтому роль хирурга значительно снизилась, уменьшилась в лечении меланомы. Это остались цитаредукции и диагностические мероприятия. Напоминаю о тех ресурсах, которые мы все можем использовать, и во главе стала, как всегда, возраст и классификация. И не забываем о других полезных ресурсах для диагностики меланомы. Большое спасибо и хотел напомнить, что мы всегда на связи и готовы ответить на любой ваш вопрос и помочь в лечении пациентов. Спасибо. Спасибо большое, Григорий Владимирович. У нас, безусловно, есть вопросы и на связи у нас Мармура Андрей Леонидович, заведующий отделением общей хирургии Архангельского онкологического диспансера. Андрей Леонидович. Григорий Владимирович, спасибо за прекрасный доклад. Слышно меня? Да, вас прекрасно слышно, спасибо. Да, у меня такой вопрос достаточно простой. Имеют ли сроки определение сигнального климка узла? Потому что пациенты приходят иногда уже с оперированной первичной меланомой. И имеют ли вот этот вот срок? Они могут почти через месяц к нам обратиться уже после операции. Оперируются ведь не только в диспансере, к сожалению, и в платных клиниках случайно получается прооперироваться. Пациенты такие появляются. Вот этот срок определения. Скажу сразу, что мы определяем. У нас практически все первичные меланомы определяются с торжевой лимфоузлы. Но вот сроки интересные. Как-то влияет или нет? Как вы к этому относитесь? Это прекрасный вопрос. И если бы я мог вернуться к слайду, которые как раз там есть два исследования наиболее крупных, которые говорят о сроках. Есть время на обсуждение, поэтому я думаю, что мы сейчас вернемся. Ну, во-первых, абсолютно правильно то, что можно выполнять и нужно выполнять биопсию сигнальных лимфоузлов отсроченно. Сейчас одну секундочку мы найдем. Это нужный слайд, которым как раз приведены сроки. Опять-таки, есть ряд исследований. Как вы видите, здесь критерием являлось 40 дней. Но есть исследования с большей отсрочкой, с интервалом до трех месяцев в том числе. Притом, с единым интервалом 43 дня, но выполнялись эти процедуры и на поздних сроках. Поэтому здесь на самом деле философский вопрос в отношении того, как влияет отсрочка вмешательства на чувствительность метода. Принципиально влияет на чувствительность метода все-таки характер выполнения эксцезионной биопсии. Вот это факт абсолютный. Опять-таки, выполнено это в частной клинике или в диспансере не имеет никакого значения. Наш опыт показывает, что зачастую те первичные эксцезии, те первичные иссечения, которые были выполнены в диспансерах, не позволяют адекватно выполнить биопсии сигнальных лимфоузлов, потому что применяются ротационные пластики в ряде случаев ненужные. Мне трудно комментировать, почему применяются те или иные методы реконструкции, когда можно заменить более простыми тем же веретеном в направлении лимфотока и в соответствии с линиями лангера чаще всего. И вот это может повлиять, потому что меняется паттерн лимфотока. И он может быть совершенно парадоксальным, и он будет естественно отличаться от того лимфотока, который мы имели при первичной опухоли, потому что у нас лоскуты по-другому легли. Если же она выполнена адекватно, то и чувствительность метода будет практически не меняться. В отношении сроков в настоящее время нет исследований, которые бы говорили и которые бы светятся о том, что есть четкое абсолютное противопоказание в отношении конкретной срочки. Например, 3 месяца и все, и баста. Больше мы не будем выполнять это исследование, мы не будем выполнять биопсисигнальных лимфоузлов, будем надеяться на будущее. Поэтому здесь опять-таки я упомянул здравый смысл. Конечно, когда прошел уже год, и это тонкая меланома, и там пограничные показания для биопсисигнальных лимфоузлов, может быть только по толщине, однако без изъязвления, с невысоким методическим индексом, то можно и воздержаться от этой процедуры. Не надо забывать о том, что любое инвазивное вмешательство сопряжено с определенными рисками и осложнениями, и важно общаться с пациентами, объяснить им, какие у нас есть показания, какие противопоказания, и вы в каждом случае решите это для себя сами. Если это высоко метаболически активная меланома с высоким методическим индексом, с лимфоваскулярной инвазией, с изъязвлением, даже если прошло много времени, ничто вам не мешает выполнить это исследование и, возможно, на ранних сроках определить микрометастазы для назначения эффективной адювантной терапии.